Всероссийская перепись населения запустила горячую линию. Она будет работать ежедневно до 14 ноября. Основной инструмент оператора горячей линии разработанная специалистами Росстата и компании Ростелеком Контакт-Центр «База знаний». Предстоящая перепись впервые будет столь масштабно применять цифровые технологии. Дорогу к микрорайону Зайково в Кургане отремонтируют в 2022 году. После ремонта жители смогут съезжать с федеральной трассы на хорошую дорогу местного значения. В Зауралье разрабатывают систему онлайн-приемок врачу для получения детской справки. В режиме телеконсультации родители смогут переговорить с медработником и получить справку дистанционно. В Кургане в 2022 году начнут три крупных ремонта ветких коммунальных сетей. Всего обновят 12 километров сетей водопровода и 7 километров водоотведения. Согласно плану работ и финансирования, замена сетей займет около трех лет. В Центральном парке Кургана закрыли на ремонт новую игровую площадку. Поляна Хоббитов открылась в начале сентября. Подрядчику уже выставлена претензия. Провести ремонт планируется в ближайшее время. Житель Кургана случайно убил своего отца. Во время ссоры подозреваемый толкнул пожилого мужчину на батарею. После падения пенсионер скончался на месте от полученных травм. В ходе допроса сын жертвы признал вину. Ранее судимый житель Кургана ранил прохожего ножом. В результате конфликта, завязавшегося на улице, злоумышленник достал нож и ранил потерпевшего. Подозреваемый задержан. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет. В Лебяжьевском районе из-за пьяного водителя без прав пострадал пассажир. 18-летний водитель съехал в кювет и перевернулся на машине. Сам водитель не пострадал. Тяжелые травмы получил его 17-летний пассажир. В Макроусовском районе поймали 4 браконьеров. В автомобиле, где находились мужчины, полицейские обнаружили и изъяли мешки с незаконно добытым мясом косуль. Карабин и ножи. Ущерб составил 80 тысяч рублей. Максимальное наказание за незаконную охоту до 2 лет лишения свободы. Двоих курганцев будут судить за завершение нескольких краж. Обвиняемые 15 и 32 лет соседи по подъезду проникли в помещение в центре кургана. Украли батареи и печное литье, которое позже продали. Злоумышленники задержаны. Общая стоимость похищенного имущества более 70 тысяч рублей. Житель Шумихи погиб в результате неудачного обгона. 25-летний водитель врезался в автомобиль и скончался на месте от полученных травм. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель второго автомобиля в ДТП не пострадал. Жителя кургана будут судить за незаконную вырубку деревьев. Мужчина спилил 55 сосен около садоводческого товарищества, где был председателем. Разрешения на вырубку деревьев у него не было. Ущерб составил более 6,5 миллионов рублей. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. К 2024 году в Курганской области отремонтируют почти половину дорог. В этом году ремонт идет на 350 километрах дорог. В следующем году приведут в порядок 290 километров. Все работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова